Российским чиновникам и госслужащим могут запретить пользоваться социальными сетями на рабочем месте, иначе под угрозой окажется безопасность всей страны, считают парламентарии. Госдума планирует рассмотреть законопроект уже этой осенью. Как сами чиновники относятся к инициативе и для кого депутаты готовы сделать исключение, расскажет Максим Урозаев. Это тот редкий случай, когда депутаты Госдумы пытаются запретить что-то самим себе, а заодно и всем чиновникам страны выходить в соцсети в рабочее время и с рабочих устройств. По мнению инициаторов законопроекта, российские чиновники, а это полмиллиона человек, большую часть рабочего времени, сидят ВКонтакте. Лайкают и постят фотографии. Возможно, совсем скоро за любой пост соцсети на работе госслужащие будут лишаться своих постов. Прежде всего мы должны избавиться от офисного планктона, который сидит нон-стопом и сидит в этих социальных сетях. Он практически не принимает людей, практически не занимает своими должностными обязанностями, а продолжает искать какие-то фотографии. По записям в соцсетях не то что спецслужбы. Обычные интернет-пользователи узнают о чиновниках многое. Так федеральный судья из Улан-Удэ выложила ВКонтакте свои фотографии. Это был последний пост Ирины Ливандовской на высоком посту. Зря поделилась радостью с виртуальными друзьями и Ирина Бирюкова. Отделалась от гаишников взяткой. Две тысячи за нелишение прав. Счастливо, пишет теперь уже бывший пресс-секретарь Росмолодежи. Не оценил руководство и откровение экс-замминистра экономического развития. Сергей Беляков написал в соцсети о том, что ему стыдно за решение правительства о заморозке накопительной части пенсии за 2015 год. Чиновник извинился, цитата, за те глупости, которые мы делаем, и был уволен на следующий день. За пост в соцсети постов лишают и за рубежом. Элизабет Латен в свой последний рабочий день в Белом доме на странице в Фейсбуке посмела раскритиковать внешний вид дочерей Обамы. Бывший пресс-секретарь сенатора посоветовала им не одеваться, как в баре, и не корчить рожицы. Активность в соцсетях действительно отнимает много служебного времени. Не у всех по делу, но многие депутаты против запрета. В соцсетях они общаются с избирателями. Запрещать в соцсети, ну это что-то из цикла, ну вот есть у нас женщины, которые долго красятся. Давайте запретим проносить косметику на работу. Они могут краситься и таким образом не работать. Есть люди, которые очень много пьют кофе. Давайте запретим проносить на работу кофе. И так далее. Должна быть мотивация работать на результат. Вице-губернатор Петербурга наоборот, за запрет. Хотя Игорь Албин известен своей виртуальной активностью. Так, в сильный снегопад в ответ на жалобы жителя города, что снег не чистит, посоветовала ему не ждать коммунальщиков, а самому взять в руки лопату. В фейсбуке пишет часто, но исключительно по делу, причем только с личного телефона и в нерабочее время. Если вы обратите внимание на размещение моих постов, то это происходит либо до начала рабочего дня, по дороге, либо в служебном кабинете. Но в 9 часов утра я любое размещение информации в фейсбуке прекращаю. Скажу честно, иногда заглядываю в социальные сети, находясь в дороге между совещаниями, мероприятиями или объектами. Но кликать там, отмечать понравилось, либо писать какой-то пост я, конечно же, не буду. Еще один аргумент сторонников законопроекта – защита данных. С этой точки зрения инициатива на запрет соцсетей не выдерживает никакой критики, отмечают специалисты. Для полной информационной безопасности чиновникам нужно вовсе запретить пользоваться интернетом, что уже сделано. Скажем, служебный компьютер депутатов Госдумы вообще не имеет выхода в интернет. Я не уверен, что такой запрет, он придет к тому, что они перестанут пользоваться. Возможно, они будут это как-то скрывать, будут использовать свои персональные устройства. И такой безоговорочный запрет, он может принести еще больше вред для системы защиты информации. Круг моего общения в сетях довольно-таки узкий. Ну, в силу и возраста, и круга знакомств, и так далее. Скорее, вопреки своему возрасту, муниципальный депутат Юрий Антонов освоил смартфон, поисковые системы и электронную почту. До соцсети еще не добрался. Скорее, за ненадобностью. В друзья добавлять будет некого. Большинство его коллег интернет запрети не заметят. Средний возраст чиновника в России пенсионный, далеко за 60. Максим Урозаев, Елена Калинина, Олег Христов, Алексей Зверев, 5 канал.